Хо-хо! Welcome back! Продолжаем путешествие наше виртуальное по Лондону. И вот мы заговорили с вами про Hampstead Heath, A breath of fresh air in London, глоток свежего воздуха в Лондоне. Вам надо будет написать статью про своё любимое место. Но для начала давайте посмотрим, где это вообще находится, что-то такое, чем оно знаменито. Смотрите, вот это вот Map of London, да, карта Лондона с районами. И вот это вот, ну уже видно, да, где парковая зона, вот этот кусочек и есть, собственно, Hampstead Heath. Как, почему так называется? Hampstead – это как старая английская homestead, место дома, homestead дословно, но это как ферма-усадьба. Ферма раньше так называлась, да, ферма-усадьба. А Heath – это всего-навсего пустошь, вересковая пустошь, это как площадка, да, поле. Heath – пустошь. Вересковая пустошь, очень часто там вереска растёт в Англии. И получается, усадьба-пустошь, заросшая вереском. Вот, ну, парк так называется, да. Ну, зато вы узнали два новых слова. Heath – пустошь. И homestead – ферма-усадьба, участок земли, ваш родной как бы дом, которым вы давали раньше землю. Оттуда открываются прекрасные виды. Вот, смотрите, вот с парламентского холма, Parliament Hill – один из частей, вот северной части этого парка. Вот вид на Лондон знаменитый, да, его часто в фильмах, почему, значит, часто в фильмах это фигурирует. Вот, давайте посмотрим, какие ещё у нас тут вот есть. Вот, смотрите, если просто забить в Google Hamster Heath Park, вы увидите вот такие вот виды, да, картинки красивые, очень красивые, да, зелена красивая, есть вид на город замечательный. А вот у вас учебники, там домик, вот он, Kenwood House – усадьба знаменитая, которая там передали её в пользование города. Она принадлежала, ну, аристократам, да, раньше. Kenwood House. И у вас буквально вот этот кусочечек как раз на рис вашем учебнике. Чем ещё Hamster Heath знаменит? Ну, это один из самых, как вы понимаете, богатых районов Лондона вокруг него. Вот, посмотрите, Properties – ищем недвижимость. Вот, маленький домик, вот, 19,5 миллионов фунтов, да, 6 их спален. Вот небольшой домик ниже. Вот замечательно, смотрите, Close to Schools, рядом со школой. Берём, берём, 15 миллионов фунтов стерлингов. Это немного, добавляем два нолика, получаем сколько? Всего лишь полтора миллиарда рублей, да. Вот недвижимость в Лондоне. Небольшой домик для семьи, с семью спальнями. Вот полтора миллиарда, вон 2 миллиарда, да, 19,5. А вот 28, получается, 2, почти 3 миллиарда рублей. Вот эта вот вилла небольшая. Если правильно нолики добавила, 2 нуля, ну, грубо говоря, 1 к 100, да, хотя сейчас ещё больше это будет. Вот так вот, детишечки, вот такая вот у нас недвижимость в Лондоне, да. Так, чтобы немножко расширить вам кругозор, чтобы вы понимали вообще, как это в мире всё происходит. Окей, writing an article. Давайте напишем всё-таки эту article, но сначала прочитаем. Look at the title of the text. What do you think the article is about? Ну, мы уже знаем о чём. Hamstered Heath, Breath of Fresh Air in London, это парк. И один из престижных районов лондонских, да. Read and check if you are right. Давайте проверим, правы ли мы или нет. Hamstered Heath is a huge park in Hamstered, Northside London. The park is 10 километров long and has 25 pretty ponds, hundreds of tall trees and many large plain fields. Давайте сразу переводить. Hamstered Heath – это огромный парк в Хэмстед, район Хэмстед, в северный Лондон. Парк имеет размеры 10 километров в длину и 25 замечательных, красивых прудов там есть, сотни высоких деревьев и много огромных площадок для игр. Ну, там газоны, площадки, всё такое. Locals and tourists love walking on the heath. You can enjoy beautiful landscapes, lots of fresh air, peace and quiet, and there are plenty of things to do. You can swim in the ponds, walk around the lovely gardens and see some amazing birds. If you visit in the winter, you can enjoy skating on the massive ice rink. Местные туристы любят гулять по хиту. Так его называют, да, по пустоши. You can enjoy. Вы можете наслаждаться красивыми пейзажами, много свежего воздуха, миром и тишиной. И там есть множество разных вещей, которыми можно заняться, что можно делать. Вы можете плавать в прудах, гулять, бродить по красивым садам и наблюдать какие-то красивые, amazing, восхитительные птичек. Если вы навещаете его зимой, вы можете наслаждаться катанием на огромном массе в большом катке. If you want to get away from the hustle and bustle of London, take the tube and go to the Hampstead Heath. Just remember to take a map with you in order to find your way back. Если хотите убежать, get away, от суматохи, суеты Лондона, сядьте на метро, возьмите метро дословно и поедите в Hampstead Heath. Только не забудьте, помните, что взять надо с собой карту для того, чтобы найти свой путь обратно, потому что парк реально огромный. Да, вы видели. Окей. Look at the text, find the adjectives that describe the following words. Park. Какой парк у нас был? Huge, да, в самом первом. Ну вот. Trees. Large fields, tall trees, высокие деревья. Plain fields, large, огромные. Landscapes. Очевидно, beautiful. Beautiful, вот они, да. Beautiful. Air, fresh, воздух, да. Опять же устоявшиеся фразы. Fresh air. Gardens. Сады, красивые. Lovely gardens, замечательно. Lovely gardens. Birds, amazing. Удивительное, amazing. Ice ring, massive, огромный, большой, массивный. Massive ice ring. Не путаем ring, это ring, да, или кольцо, или круг, а ring, это именно ice ring, этот каток. Окей. Смотрим дальше. Now answer the following questions. Where is Hampstead Heath? И сразу смотрим. В тексте пишем. It's in Hampstead, North London. Северный Лондон. Можно просто, it's in North London. How big is it? И прямо с текста. The park is 10 kilometers long. Там в акрах и не измеряют. Акр – это примерно половина почти гектара, 0,4 гектара. Там много по площади, он действительно огромный. What can you see in Hampstead Heath? Pretty ponds, pretty ponds, tall trees, да, large, огромные, plain fields. И даже вот estate, вот поместье, да, вот estate, Kenwood estate, Kenwood, например, Kenwood house, да, с большой буквы, название, поместье. What can you do there? Oh, a lot of things. You can swim, enjoy skating. You can, опять же, все с текста, вот оно у вас. You can swim in the ponds, walk around the lovely gardens, watch birds, наблюдать за птичками. Кстати, bird watching, одно из bird watching, ой, ну ладно, не буду сюда писать, а то вы запишите в ответ. Bird watching, это bird watching, как такое занятие англичане любят наблюдать за птичками. Почти, чуть ли не спорт. Там, ну, юные такие орнитологи, да, и не только юные, с подзорными трубами, с биноклями ходят там по парках и где-то, и наблюдают за птичками, там разные виды изучают. Ну, вот такое вот у них занятие. What can you do there? You can swim in the ponds, you can swim, ну, расширенный ответ, in the ponds, можно просто you can swim there, walk around the gardens, the lovely gardens. Что-то все перепутала. The lovely gardens. What else? Enjoy, skate on the ring in winter. Птичек давайте пропустим. Skate on the ice ring in winter. Окей, ну, или можете добавить see the beautiful birds, see some amazing birds. Окей, теперь вам надо write a short article on your favorite place in your city. Написать короткую статью по вашему любимому месту в вашем городе. 50-60 слов. Use as many adjectives as you can from exercise 1b. Используй как много, как только ты можешь, as many as you can, прилагательных из вот этого задания. Ну, давайте. 50-60 слов – это очень мало. Это действительно вот три абзаца будет. Название, где находится, что там есть, locals and tourists, как относятся к этому месту, что вы можете там делать и как туда добраться. Опять же, если вы не в городке живете, не в городе, и у вас достопримечательности нет, используйте природу. То есть берем и описываем свой близлежащий лес, и как там замечательно. Сейчас мы освободим место для этого. Конву соблюдаем так же, как и здесь. Берете название. Вот у вас plan introduction, paragraph 1. Main body – главное тело, да? Paragraph 2. What you can see there, what you can do here. И что можете делать? Конклужен, вывод. Why it's your favorite place? Ну, вот, например, первое, что мне приходит в голову, тут рядышком the Catherine Park, Catherine Palace Park, Екатерининский парк Екатерининского дворца. Так, смотрите. Например, как пользоваться ресурсами Википедии. Просто берете, перечитываете, что вы можете отсюда взять. The Catherine Park is the large area. Например, написать. To the south of the Catherine Palace, located in the town of Царское село, 25 километров south east of St. Petersburg, Russia. И у вас уже готовое вступление. The pack has two parts. Например, две части. A Dutch-style garden and a natural English garden. В голландском стиле. И природный английский парк. И вот этот кусочек у вас уже готовая с начала. Заготовка. What you can see there. Что вы можете там увидеть, что вы можете там сделать. You can visit. И поехали перечислять. Там такое, чтобы попроще. You can... Что такого можно отсюда взять еще, например? The pavilion, Holland's Island pavilion. Сейчас мы call them. Marble bridge. Take a lot of beautiful pictures. Walk along the beautiful passages. The tree-lined, всаженные деревьями. Enjoy yourself sitting at the bank of the pond. Наслаждаться жизнью, сидя на берегу этих прудиков. Там тоже их много. Where is your favorite place if I want to get away from the hustle and bustle of St. Petersburg? I take a train. Тут на поезде, да? И навещаю. And go to the Catherine Palace Park. To the Catherine Park. Вот вам краткий такой набросок. Опять же, скажите, хорошо, вам сидите там у себя в Петербурге, там дворец на дворцу. Что нам делать в нашем маленьком городке? То же самое. Выбираете любимое место. И это может быть, я же говорю, это может быть любой парк, даже не парк, это может быть просто лес у вас за домом. My favorite place in my village is a little, например, небольшой, small, a small area behind my farmhouse, за моим домиком. We call this forest каким-то там, мы называем этот лесочек вот так вот, да? It's not very big, it's only, вы можете там добавить, it's only one kilometer long, или наоборот огромный, да? It's very big forest, может быть, огромный, или если нибудь в Карелии, или в тайге, это начинается, за Уралом и заканчивается у Тихого океана. It's only one square kilometer, сейчас я придумываю, да? One square kilometer, but it's so beautiful, например, да? But it's full of tall trees and lovely ponds, да? Lakes, в природе lakes, озера. Вот вам про любую природу, которая вокруг вас, вот там заготовочка уже готовая, да? What you can see there? You can walk along, опять же, используем вот эти выражения. You can walk around, ходить по кругу, там не по кругу, а в смысле ходить и гулять, вот эти выражения. What you can do there? You can walk around and see some amazing creatures, birds, не только birds, а animals and birds. What else? Don't forget to take your camera with you, например, да? Don't forget to take your camera with you. You can take a lot of interesting pictures of wild animals, диких этих животных, которые у вас там водятся. Что еще? Чем закрыть, закончить? Conclusion. Why is it your favorite place? Why is it your favorite place? If I want to, например, to have a minute of peace and quiet, минутку там тишины и спокойствия, I always go there, I'll always go there to relax, and have some fresh air, and have some fresh air. И что еще там? Может быть, открывается красивый вид, используйте это выражение. Вот здесь было beautiful view. Это у нас в предыдущем, да, где-то было? A beautiful view of the landscapes. You can also enjoy. Давайте используем прямо с текста. You can. То есть на коленке за пять минут вы любое сочинение спокойненько напишите, даже если у вас под руками даже Википедии нет. Если даже ваша деревня не входит в Википедию, в смысле еще про нее не написали в Википедии на английском, чтобы вы могли себя проверить, что вы правильно слова используете и вообще данные. You can enjoy beautiful landscapes. Landscapes. From the top hill, например, of this forest. Этого леска, лесочка. Ну, в общем, так, на коленке очень по-быстрому. Вот идейку я вам подкинула, да. То есть не обязательно это должно быть какой-то центр Лондона, или где-то вы должны жить прямо у Катеринского дворца, чтобы написать хорошее сочинение. То есть, my favorite place is, it's small, где она находится, behind там или недалеко. We call this forest, или we call this place, если это не forest, мы просто скажем, мы называем это место вот так вот. It's only, сколько-то там, long, wide, ширины, длины. But it's full of... Ну, оно полно каких-то там чудес and lovely мест, да. Что ещё? А, вот то, что вы там можете сделать, это прямо отсюда возьмёте. Don't forget your camera with you. Под всё подойдёт. Хоть это парк, хоть это дикая природа. И почему вы туда ходите? If I want to have a minute of peace and quiet, a minute of silence, там, ну, опять же, то есть, может быть, слишком много всего накрутило. I always go there to relax and have some fresh air and enjoy the peace and quiet of the place, да. Also, you can enjoy beautiful landscapes from the top hill of this forest. В общем, очень просто. Главное уметь пользоваться то, что вам уже дала природа. Вам природа дала вот образец текста и Википедию. И немножечко меня в помощь. Для всех, конечно, я не могу предложить вариант написать, но как для посёлка, так и для большого города вы поняли, где искать информацию, да. Всё, that's it for now. See you there. Увидимся уже на grammar practice, на грамматической разборе. Тренировки, практики, грамматики будем проходить, опять повторять present simple, present continuous, если вам ещё не надоело. Но повторение мать учения. До сих пор многие делают ошибки в этом, к сожалению, да. Okay, see you there. Bye-bye.